Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в армию все же начался. В военкоматах приняты все меры предосторожности. Соблюдают их по-армейски строго. Подробнее Рифат Фадкулин. С температурой 37 и выше в военкоматы не пускают. Если все в норме, далее дезинфекция рук и масочный режим. Меры защиты при прохождении медкомиссии беспрецедентные. Начиная с 12 мая комиссию прошли более 100 человек. Для каждого призывника подготовлена четкая инструкция. Обозначают день, когда ему нужно явиться для дальнейшей отправки в армию. Здесь он за 5 дней до прибытия должен явиться в то место, где он стоит на учете. Как правило, это районные больницы. Он прибывает туда, сдает анализ на коронавирус. В течение этих дней этот анализ ему делают. И он получает документ, с которым он уже потом прибывает на сборный пункт. В республиканском сборном пункте ребят ждет еще одно экспресс-тестирование на коронавирус. Процедура займет 15 минут. Но даже потом уже в воинских частях молодым людям все равно придется провести 2 недели на карантине. И это еще не все. Не только его ждет двухнедельный карантин. Во-первых, его ждет опять дополнительное тестирование. То есть это уже третье. Поэтому я хочу обозначить, что армия сейчас это то место, в котором, наверное, наиболее человек защищен от этого коронавируса. Да, двухнедельный карантин, потом курс молодого бойца, потом присяга, но все как в армии. Служба, никто никакие ограничения не вносит. На место службы воинские команды теперь будут добираться также, применяя особые меры изоляции. На отдельном транспорте, заранее прошедшем дезинфекцию. В следующий день у нас сейчас пока отправок нет. Отправки мы будем планировать только где-то в июне и то после 10-го числа ориентировочно. В ряды вооруженных сил в этот особый призыв из Чувашии отправится более 1300 человек. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.